Доброе утро. Значит, у меня уже чуть меньше времени осталось, так как мой доклад планировался на 9 часов 10 минут, но тем не менее. Сейчас ровно 9 часов 10 минут. Да. Хорошо. Хотела просто немножко отобрать себе времени побольше, но не получилось. Итак, доброе утро, уважаемые коллеги. Хорошо, что нас тут много. Все проснулись, собрались, приехали на конференцию. Хочу поблагодарить организаторов конференции Дня зрения за то, что есть такая возможность выступить с докладом. Доклад действительно относится к образованию. И понятно, может быть, среди вас там есть и врачи, и оптометристы, это больше к оптометрии относится, но тем не менее. Мы понимаем, что можно говорить очень много о миопии, о каких-то методиках, смотреть мастер-классы или принимать участие на современном оборудовании. Как работает данный прибор. Но если на этом приборе не работает специалист, то это очень плохо. Мы сами знаем с вами, что максимальное количество всех функций в приборах, к сожалению, не используется. Каким образом специальность медицинская оптика работала до 2022 года? С 2014 года все специалисты, все оптометристы обучались по специальности медицинская оптика. И есть приказ Минобранауки от 2014 года. С 2022 года подход к подготовке специалистов именно этой специальности, он меняется. Какие же изменения? Если до 2022 года специальность медицинская оптика 310204 имела две квалификации, базовая и повышенная, то есть надо было сначала отучиться на медицинского оптика и потом еще отучиться на оптометриста, то с 2022 года планируется базовую квалификацию вообще убрать, ее не будет. И просто будет квалификация медицинский оптик-оптометрист. В чем разница? Здесь мелко, надеюсь, вы все равно, да? Кто плохо видит в очках, вы все увидели, что здесь виды деятельности расписаны по медицинской оптике и по оптометрии отдельно. То есть это изготовление очков и коммуникативно-маркетинговый блок тоже изучался. Также изучался подбор средств коррекции зрения, диагностика аномалий рефракций. И что ждет специалиста с 2022 года? Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения так и остается. Коммуникативно-маркетинговая деятельность остается, но она немного по-другому теперь будет называться. Подбор очков мягких контактных линз серийного производства. То есть мы видим, что раньше это просто подбор очков был, теперь появилась еще и контактная коррекция. То есть наш оптометрист имеет право теперь подбирать контактные линзы. Раньше контактные линзы оптометрист подбирать, ну естественно, не имел права. Надеюсь, вы это хорошо знали. Ну и появился блок оказания первичной дворопчебной медико-санитарной помощи. Этот блок включили, почему? Потому что раньше, с 2018 года, как только появилась аккредитация, наши специалисты выпускались из образовательных организаций и проходили аккредитацию. И одна из практических, так скажем, практический навык один, да, это базовая сердечно-легочная реанимация была. Но, естественно, в программе обучения ее никому не давали. И перед аккредитацией приходилось дополнительно еще этому обучать. Ну и самое главное, что поменялось, это сроки. Если до 2022 года для того, чтобы получить диплом, диплом, не повышение квалификации, да, не пройти курс ДПО, именно диплом по специальности медицинская оптика, надо было после 11 класса учиться 3 года 10 месяцев, то теперь, к сожалению или к счастью, это год и 10 месяцев. То есть за 2 года теперь, ну мы ждем, да, чтобы этот ВГОС наконец-то приняли. И он уже там на рассмотрении прошел практически все шаги, и вот чуть-чуть осталось, чтобы его приняли. Да, теперь после 11 класса отучиться год и 10 месяцев и получить диплом оптометриста, это реально. Хотя мы понимаем, что туда еще много медицины добавилось, но вот тем не менее. И квалификационный уровень, если раньше был высокий, теперь он уходит на 6 квалификационный, ой, на 5, из 6 на 5 квалификационный уровень. Какие дисциплины, практика и итоговая аттестация? Ну я вам не буду, да, вот эти все цифры говорить, наверняка вам они мало что дадут, но тем не менее количество дисциплин, практика, все уменьшилось в несколько раз. Мы это с вами понятно понимаем, раз обучение сократилось. Какой плюс? Плюс в том, что над работой вот этого нового стандарта трудились все колледжи, ну практически все колледжи, которые готовят таких специалистов. Это и Санкт-Петербург, и Москва, и Екатеринбург, и Новосибирск, главное никого не забыть, Тюмень и Пятигорск. Вот это команда, которая входит в разработку вот этого федерального государственного образовательного стандарта. И плюс какой, что теперь все колледжи, ну по большому счету будут иметь примерно один учебный план, то есть можно в принципе перейти с одного колледжа в другой, сейчас это не со всеми колледжами возможно было, то есть свои плюсы есть. Но если совсем более детально рассматривать те виды деятельности, которые будет проводить после получения диплома специалист, то это по изготовлению очков, изготовление очков различной сложности, то есть нужно уметь изготавливать как и очки сферические, со стигматизмом, с призмой, для слабовидения, то есть в принципе все очки разные сложности теперь должны изготавливать специалисты. Коммуникативно-маркетинговая деятельность, как я уже говорила, осталась прежней. И мягкие контактные линзы, то есть здесь появился еще целый блок по контактной коррекции, то чего не было. Раньше это просто ознакомительный был в образовании блок, теперь еще практический. Ну и оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Какие сложности для образовательных организаций? Наверное, для тех, которые существуют, нет, а для тех, которые будут появляться, ну и инфраструктура другая, да, то есть на сегодняшний момент для того, чтобы открыть специальность, необходима вся инфраструктура, которая заложена в этот федеральный государственный образовательный стандарт. То есть все приборы, инструменты, приспособления, с помощью которых мы можем обучить данным видам деятельности, необходимы в образовательных организациях. И напоминаю, что еще кроме федерального государственного образовательного стандарта нужно учитывать те профессиональные стандарты, которые появились. Это продавец оптики, специалист по изготовлению медицинской оптики и специалист в области медицинской оптики и оптометрии. Ну вот последний стандарт для нас, наверное, является одним из самых важных. Он появился 31 мая в 2021 году, буквально не так давно. И обобщенная трудовая функция оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи по медицинской оптике. А вот трудовые функции, если прочитать, да, что должен уметь делать специалист-оптометрист, который закончит обучение и получит диплом. Выявить признаки заболевания, подобрать очковую коррекцию зрения при слабовидении. При слабовидении, то есть слабовидение также появилось в функциях нашего будущего выпускника и специалиста. Какие здесь могут быть проблемы? Ну понятно, мы можем внедрить все, что угодно. Главное что? Кто будет учить этому? То есть если мы говорим о колледжах, где нужно давать практику по слабовидению, то, естественно, должны быть специалисты, которые сами умеют это делать и будут учить потом студентов. Вот здесь, конечно, может быть большая проблема. Так как слабовидением, ну все-таки на региональном уровне не так много, так скажем, да, специалистов, кто занимается. Мягкие контактные линзы серийного производства, но здесь вы видите взрослым пациентам, да, это нужно понимать. Просто очень много вопросов, сразу говорят, а детей мы тоже можем обследовать, исследовать, ставить диагнозы. Конечно, нет, детей нет. Ортокератология тоже сюда не входит, это понятно, да, то есть это только все остается на враче. Проведение реабилитационных мероприятий пациентам с нарушением зрения по назначению врача-офтальмолога, ну тут все-таки остались вещи, которые без врача-офтальмолога, естественно, не сделать. Введение медицинской документации, то, чего не было раньше, то есть еще в образовательных организациях нужно учить оптометристов, как работать с документами, именно с медицинскими. Проведение работ в рамках мероприятия по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни, это целый блок. То есть если раньше можно было учить этому или не учить, и образовательные организации принимали решение, вводить такой курс или нет, то сейчас это является обязательным условием. Ну и оказание медицинской помощи в экстренной форме. Это то, что появилось, это то, чему обязательно должны учить в образовательной организации. Если мы говорим о выявлении причин заболеваний глаз, то практически чему должен учиться оптометрист? Собирать жалобы, выявлять нарушение функции зрения, оказывать помощь врачу-офтальмологу, исследования взрослых и детей, и направлять пациента на консультацию к врачу-офтальмологу или к другому специалисту. Вот этот пункт является важным. Помните, да, что, ну, может быть, вы знаете, слышали об этом, что раньше была проблема, оптометрист не мог сказать, там, идите к врачу-офтальмологу, ну, кто он такой, да, чтобы рекомендовать что-то делать. Сейчас это входит в профстандарт, следовательно, это его трудовое действие, он должен этому учиться, он должен и имеет право это делать. Вот это важно. Дальше, да, если говорите о подборе мягких контактных линз серийного производства и очковой коррекции, я не буду все читать, здесь много всего, можете открыть профстандарт, там все подробно можете изучить и почитать. То это сбор анамнеза, подбор и использование определенного алгоритма, мы понимаем с вами, что тоже алгоритма пока как такового нет. То есть стандарт какой? Ну, для нас, наверное, для всех пока еще стандарт. Это школа Розенблюма, хотя теперь появились разные школы, которые тоже диктуют и предлагают свои алгоритмы. Но какого-то единого алгоритма, по которому действительно все одинаково работают, его, к сожалению, существует. Но вот профстандарт есть, поэтому следующий шаг, это, конечно, определенные алгоритмы, и он должен быть для всех одинаковый. Профилактика. Если мы говорим о профилактике, то здесь должен уметь оптометрист индивидуально консультировать по вопросам профилактики заболеваний и проводить работы по формированию, реализации программ здорового образа жизни. Ну, это кратко. И оказание медицинской помощи в экстренной форме. Здесь я подробно не буду рассказывать. Вы все знаете, вы все специалисты, знаете, что сюда входит. То есть оптометрия, она уходит больше в медицину. Если раньше вы помните, оптометристы – это геометрическая оптика, это принципы оптической коррекции, это теория расчета оптических систем. То есть очень много таких оптических вещей. То есть теперь эта оптическая часть уходит чуть-чуть дальше, ее совсем будет немного и больше оптометрии. При этом срок обучения уменьшается. Ну, вот такая на сегодня картина. Пока федеральный государственный образовательный стандарт не приняли, то есть он на согласовании. Сейчас набор происходит в колледже, если вам это интересно, по старому в ГОСУ. Вот на этот длительный срок, о котором я говорила. Ну, как только появляется новый в ГОС, то также тех людей, которые пришли по старому, можно перевести в будущем на новый, сократить тем самым обучение. Ну, так, да, если вам это интересно. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста. Не буду. Есть такой вопрос, задают его из города Тюмени. Недавно услышала, что можно обучиться за 256 часов, очень интересный вопрос, но с получением сертификата, но без диплома. Так ли это? Могу ли я работать оптометристом с этим сертификатом, но без диплома? Смотрите, диплом – это значит, что мы дипломированные специалисты. По диплому можно пройти аккредитацию на эту специальность. Специальность медицинская, оптометрия. Если у вас нет диплома, как говорится, нет аккредитации. Нет аккредитации. Что такое аккредитация? Это документ, который позволяет работать по этой специальности. Вот и вам ответ. То есть можно пройти хоть 256 часов, хоть 10, хоть 144. Сейчас огромный выбор того, что предлагают в стране. То есть оптометрию можно изучать по-разному. Но если мы хотим получить официальный документ, по которому мы можем и имеем право по этой специальности работать, то путь вот именно такой – к диплому. Да, к сожалению, у нас очень много оптометристов, которые работают. Мы знаем даже известные крупные сети, когда оптометристы обучаются за 3 дня. 3-4 дня на месте проучились, они считают себя оптометристами. Там даже речь идет не только об отсутствии диплома, но и об отсутствии каких-либо других документов. Поэтому уменьшение сроков, на мой взгляд, до 1 года 10 месяцев, это делает образование доступным. Да, для большего количества людей. И, следовательно, понятно, что есть там какое-то ограничение, наверное, да, будет. Может быть, более интенсивное обучение будет за этот промежуток времени. Но от того, что оптометристы, на мой взгляд, будут работать, учиться 3 года 10 месяцев, 4 года 10 месяцев, объем их услуг, которые они должны оказывать медицинских, он все равно остается согласно их профессиональным стандартам. Еще добавлю, да, то есть СПО – это базовый диплом. Конечно, потом существуют курсы, какие-то дополнительные вебинары, все, что, как говорится, душе угодно. Вот занимаетесь вы там слабовидением, получили диплом оптометриста, пожалуйста, обучайтесь дальше, накапливайте свои знания, там, баллы и все остальное по данным конкретным программам. Отучились на оптометриста, занимайтесь там, да, цветокоррекцией или призмой, или просто занимайтесь подбором. Ну, выбирайте курсы и накапливайте, и 144 часа, и 72, и 256. Но базовый диплом, конечно, он должен быть как возможность получить аккредитацию. Вопрос, пожалуйста. А давайте я микрофон там, чтобы у нас запись была. Спасибо. Чем грозит работодателю наличие вот таких неаккредитованных оптометристов? Пока в оптическом бизнесе, ну, я не знаю, с чем это связано, но как-то все очень тихо, спокойно, и все договариваются, да, никто оптики не трогает, нет особенных таких глобальных проверок, ну, наверное, до какой-то определенной ситуации. Поэтому сейчас вообще больше, чем полстраны, в оптиках работают не специалисты. Ну, мы с вами это прекрасно понимаем, и даже то количество, которое сейчас выпускается колледжами, все равно его не хватает, чтобы обеспечить конкретные оптики или клиники, да, именно вот дипломированного специалиста-оптометриста. Чем грозит? Ну, наверное, как и на любой, в любой специальности, ну, что-то еще ничем, я слышу. По большому счету, это штрафы, да, какие-то, какие-то должны быть. Но сейчас этого нет, никто не проверяет. Вы получили лицензию, а может, даже кто-то и без лицензии работает. Ну, вы же сами понимаете, как это все происходит. Это ничем не грозит до поры до времени, пока к вам не попался пациент, который считает, что ваша услуга оказана несоответствующего качества. Как только вот такой пациент появляется, который пишет заявление в прокуратуру, следственный комитет, там, в Росздравнадзор, в Роспотребнадзор, вот мало не покажется, я так думаю. Поэтому здесь выбор каждого того человека, который оказывает медицинскую услугу без соответствующего образования, без соответствующей квалификации. Ну, такое возможно, наверное, такое есть, но здесь нужно поднимать с точки зрения руководителя ответственность, тот руководитель, который имеет таких сотрудников. Еще один вопрос, и у нас уже регламент. Да, пожалуйста. Нагурский Петр Горьевич, доктор Линс Новосибирск. Еще давайте две точки над «и» поставим. Еще раз. Это учеба оптометриста только очная? Смотрите, есть федеральный государственный образовательный стандарт, в котором прописано. Если вы сегодняшний ВГОС 2014 года откроете и посмотрите, что там прописано, в каждом ВГОСе у врача, у оптометриста, у любого специалиста прописаны возможные формы обучения, формы. То есть на сегодняшний момент это и очная форма, и заочная, и очно-заочная. Все три формы, они возможны. В следующем ВГОСе тоже планируется и очная форма, и очно-заочная. Но, как правило, очно-заочная на год, на 10 месяцев больше. Как правило. То есть это будет, допустим, я не могу сейчас точно утверждать, но это будет не год и 10, а, допустим, 2 и 10. Понятно, спасибо. И второе. При любом раскладе оптометрист дипломированный и аккредитированный не имеет права работать с ортолинзами? Потому что в профстандарте прописано, что он не имеет права это делать. На сегодняшний момент наш оптометрист имеет возможность работать только с врачом-офтальмологом и рекомендовать, то есть выписки рецепта ни в одном документе вы не увидите. Ну, по большому счету, сейчас, да, есть такая дилемма, может он выписывать, не может, у него печати нет, да, то есть какой-то официальный документ не подтверждает, что он это имеет, имеет право делать. Появился профстандарт, в котором прописано, что имеет право делать оптометрист. Его раньше не было, до 21-го года, и там прописано, он может в будущем работать, вот если примут сейчас, да, документ новый в ГОСТ, там как раз прописано, слабовидение взрослым подбирать и работать с взрослыми людьми, он имеет право. Мягкие контактные линзы серийного производства, серийного, имеет право подбирать, и очковая коррекция. Это те моменты, которые будут прописаны в документе. Спасибо большое. Если еще раз будут вопросы, сегодня в 16.00 Вероника Брониславовна ведет сателлит по оптометрии, поэтому, пожалуйста, если у вас будут вопросы, можно. Что касается рецептов, можно и не можно, все же еще одно дополнение. Мы обращались к главному фтальмогу Российской Федерации Владимиру Владимировичу Нероеву с просьбой устранить недостаток приказа о выписке рецептов на изделии медицинского назначения. Мы получили ответ о том, что наше обращение принято, и после вступления профстандарта сейчас вносятся изменения в приказ, который регламентирует выписку рецептов на очки и контактные линзы, и там будет внесена дополнительная специальность, такая как медицинский оптик-оптометрист, и будет иметь право выписывать рецепты тоже. Мы надеемся на это. Спасибо. Спасибо.